ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший? Нормальный. Значит, первое, что ты сделаешь, избавишься от белого с каким-нибудь вот таким цветом. Возьмешь ультрамарин, возьмешь бирюзовый и полностью избавишься от белого. И опять так же сметану. Да. Количество краски вот такое. Так, чтобы, если что, мастихину было что придавить. Вот это количество краски нас интересует. Давай. Так, ну-ка дай. Взяла синенький. Может быть, немножко с краснотой. И вот эти дальние горы. Сначала потренируешься вот здесь. Укладывать горы. Вот так, сдавливая с края мастихина. Потренируешься, поскольку на этом месте все равно будет другое. Потренируешься. Покажешь склоны. Склончики покажешь. Как там и есть, да? Я произвольный сдал рельеф, а ты постараешься повторить его. А может произвольный. В принципе, здесь не важно, какой будет рельеф. После этого, вот на такое, ты возьмешь билица и положишь снежочечек. И тоже потренируешься сначала в безопасном месте. Ладно, вот потренируешься. Потому что если сразу пойдем туда, скорее всего нарушим и начнем. А так ты потренировалась. Поуложила. Поуложила вот такие сухомяточки. Прикольные? Да, да, да. Обрати внимание. Тень, свет. Тень, свет. Свет. Тень. Появляется уход в пространство. Идет этапное заслонение. Да? Этапное заслонение очень выгодно смотрится. Сразу создает эффект пространства. Понимаешь? Понимаю. Молодец. Это не получается. Ну, подожди. Это же ты теперь понимаешь? Я это понимаю. А до этого ты... Вообще не знала. Не знала бы, что класть. Куда? Где выгодно положить снег. Не знала бы же? Конечно. Не знала. Теперь будешь знать. Тоже вот, допустим, в этом местечке. Так, чтобы здесь снег лежал. Потом теневая была. Понимаешь? Вот эти теневые, они очень нужны. Свет-тень, свет-тень, свет-тень. Уход в пространство произошел. Вот здесь так пространство не выражено. Потому что, ну, как было, так и сфоткано. А мы преувеличиваем эту идею. Потом у нас здесь будет внизу такое молочного цвета облако. Вот такусенькое, молочненькое. Вот такусенькое. Вот такое. Пластичное. Вот так прямо удалишь его. Вот оно как делается. Да, понимаешь? И ты это все потренируешь, а потом запустишь. Но, смотри, эффектно будет, если особенно белый прозвучит на макушках. А не здесь. Ты согласна? Смотри. Нечего здесь делать белому. Там уже тающий характер. Там уже нет столько снега. Ладно? Как-то у меня получается, как у вас тут. Вот эти долины такие. Вот так красочку. Вот такой траектории. Пальцами. Нормально. В принципе, вполне съедобно укладывала. Так что в бой. Суть-то я поняла. Мне главное отработать. Можешь маленьким мастихином он будет более проворен. А крупным мастихином вот эти вот склоны. Хорошо? Напомни, как вы должны были замешать облака? С красным. Я добавила красным. И где же он? Этот красный. Так. Не бойся. Что ты сразу боишься? Хорошо. Значит, ситуация такая. Если ты хочешь сейчас и эти облака тоже накидать, то сначала ты накидаешь облака. Итак, с краснотой. Я красным боялась много взять. А там как раз красный. Я и синечку, смотри, и синечку подмешал. Сначала накидаем облака. А там обязательно вырисовывать как-то? Нет, конечно. Наоборот, удачные движения мастихином лучше оставить. Ты согласна? Смотри, какие симпатичные облака. А вот они даже сероватые, сероватые, сероватые. Это голодезные добавили. Смотри. Вот они наши облакёточки. Вы голодезные добавили или как-то у вас сероватые такие вот? Розовые и синие. А. То есть розовизные плюс синечки. Посмотри, само формирует красиво еду. И даже дальняя гряда видна. Правда? О, какие облакинники. В принципе, можно вот такую полосу создавать. Горы, облака, горы, облака, горы, облака. И так до линии горизонта. Ну, вот их так и оставим. Ну, посмотрим. Мы сейчас будем смотреть, что у нас складывается. Может быть, что-то оставим, а что-то домоделируем. Так, сейчас туда посадим снег, который был ликвидирован. Итак. Жёсткость. Левых краёв, да? Угу. Жёсткость. Рванность. Так и прилично снегу. Технологически вообще безупречно. Согласна? Да. Даже подрисовываю. Теневое. Давай, если что, забреешь какой-нибудь кусок. Ой, нет, я вот что, подсматривать. Помнишь вот эту идею заслоненностей, да? Ну и здесь тем более снежок, кажется, я сейчас сама. Смотри, не переборщи, потому что один раз ты. В теневые попереборщила. Везет же, да. Продай, позови. Покрасились вот там. Ага. Ишь, вырезать можно. Добавляем. Одна гряда пусть заслонит в другую. Красота. Ну вот здесь я думаю, что немножко надо, потому что иначе с облака... Это деликатненько, да? Угу. И вот наша доль. Вот такая какая-то. Вот такого. Вот такого какого-то. Согласна? Угу. Вот она. И на эту зелень уже делает перо, да? Сейчас я сейчас погоню. Можно и сюда вот эту зелень подогнать сразу. Подгонишь, подгонишь, подгонишь. Потом берешь синьку. Немножко с розовинкой. И перечеркиваешь все, что таким трудом нажито. Честно, спокойно перечеркиваешь. В общем, техника такая как голый делаю, да? Только голый. Пока только синий и розовый. Пока только их. Хорошо? То есть потом еще коричневый туда введем. Но пока синий с розовым. И в общем слой вот такой вот. Так. На переднем плане будет коричневый, голубой. Они более ядреные. Вот они уже дозаслонят все, что мы дозаслонили. Все. Так уж и живут. Вот эти вот пальмы. Синят они. Синят. Совсем не обязательно туда было столько густой краски задавать. Не желто зеленит. А синий? Вернее, без желтоты бирюзовина. Смотри. Согласны? Угу. Молодцы. Молодцы. Да, что там жерлока. Ну да. Правда? Смотри. Смотри. Сначала накидал вещества, чтобы было выразительно краю. Здесь это все соединилось с облаком. Согласны? Угу. Ущелье какое-то. Согласны? Проверяешь там? Нет. Я проверяю. Просто вот это ущелье. Согласны. Ага. Это тоже облачко. Облачко. Помнишь, я с краснотой сюда закладывал? Чуть-чуть этой красниночки. Смотри, как не хватало, правда? Вместо этого зелёного. Так. Заложим, заложим, поднимешь. Смотри, я чуть-чуть подмешал тот зелёный, который у нас на переднем плане. И он растворился в синьке. И, в принципе, стал родным этому удалению. Он просто тут из зелени такой тряпкой делается. Дойдём. Смотри, сколько склонов по лёгкому произошло. Ну, стихи вообще волшебно такой. Какие чудеса. Какие чудеса. Мощно зеленит. Эта долина прям как рекатор. Угу. Чуть-чуть пойдёт на склон. Можно даже сделать вид, что оно пошло, утекая туда. Да? Немножко прихитрить. Так. Эта же красота здесь. Ага. Я по прямой, а я по кругу всё-таки стала сделать. И вот эта красота здесь. Ну, так это и они и есть. Ну, мы сначала положим тёмное пятно, да, теневое. Ну, мы сначала положим тёмное пятно, да, теневое. А потом найдём в них содержание. Ладно? Угу. 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 Этася у нас сложнее, будто эта скала. Да ладно сложно. Так уж и сложно. Просто вместо краски взять? Ну, с краснока я взял. Ага. Может и кисточкой чуть-чуть подрисуем, но в принципе идея такая. Намек понял, да? А здесь тряпочкой тоже можно будет, да? Нет, не обязательно тряпочкой, лучше этот лес будет вот таким чряком. Согласны? Мышистый. А те вот таким чряком. Мелким чряком. Просто у нас здесь ровное и малейший чряк, малейший раздражитель создает эффект равнины и торчащих на равнине. Я еще устала. Так, домичек. Да? Как-то без домичка будет неинтересно. Простно, но да, это геометрия для меня. Зачистим территорийку. Зачистим территорийку. Кто? Домики. Ага. Ты же еще не делала. В мастер-классе. Вот зимний пейзаж. Здесь деревенский домик, но он правда кривой. Он не получается. Свет у нас падает с этой стороны. Исходим из этого. Угол дома выгоднее чуть-чуть осветить. Вот ту часть дома выгодно чуть-чуть осветить. Чтобы самое главное произошло в этой форме. Свет тени. Угу. Угу. Так. Входик сделаем. Это немножечко заслоняет домик. Угу. Время. Угу. Освещённая часть крыши. Дом пошёл туда. Почему? Нет, это он же ровно стоит. А вот эти сосудки даже не лучшие. Да, согласен. Крыша сделала вот такое движение. Оно как будто отражает зелень, тень плоды. Нет? Нет. Давай поставим трубу. Они там пироги делали. Хотя бы могли делать. Сюда смотрит тень. Дымок. Отличная идея. А ты можно сделать по сухому. Конечно. Беленький. Просто замечательно ляжет сюда. Будет, во-первых, рифма облакам, которых очень много. Так. Хорошо. Что это ты сделал? Сначала пальцем сделала это на фотографии. А потом решила это срисовать. Называется так. Да? Ну. Нет. Вот она. Ну дай картинку. Точно. Чем больше заслонений, смотри, тем больше эффект пространства. Ты согласна? Угу. Смотри, как они позаслоняли вот эти мысики. Позаслоняли и создали уход. Правда? Правда или нет? Правда, правда. Только я смотрю вот эти ступеньки. Что это такое? Зелень. Полосатое. Зелень. Разве оно там полосатое? Смотри, совсем не обязательно бомбить густотой краски. Без всякой меры. Не будешь большой? А, нет, не буду. Это так делать. Весь среди. Угу. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну, дороже. Ну, девчонки. Так, хорошо. Значит, когда будешь с передними этими деревцами работать, сделаешь так, сделаешь внятную отделенность, даже коричневую взял, коричневый, желтый и зеленца. Внятную отделенность одной гряды от другой гряды. Одна заслонила вторую гряду, вторая заслонила третью гряду. Согласны мне такое? Надо начинать не с каждого отдельного деревца, а сразу с гряды. Понимаешь? Я создал три гряды, заслоняющие друг друга. То есть даже можно только ставить красиво. Ну, немножко простовато, просто вот в эти места чуть-чуть черноты. То есть, когда рисуем деревья, рисуем целую гряду. Иначе будут просто хламничек. А вот когда они, смотри, цельно. Видишь, какой зигзаг сделал? Цельный зигзаг. Когда они цельно выстроены, тогда интересно. Это не значит, что в теневой совсем никакого шевеления не должно быть. Но, смотри, три сегмента, да? И здесь так же сделать? Да. И с горами здесь вот так же поступить. Как-то так. Ладно? Да. Да. Хорошо. 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 Значит, это у нас? Свет. Вот, смотри. Просвет. А. Я-то думала, что это на макушках. Ох. Который заслонен теневой крупного дерева на переднем плане. Второй эшелон этого же крупного дерева. Вторая часть кроны. Освещенная часть кроны. Вот она. Поскольку это передний план, то здесь можно внятно пофактурить на дереве. Создать. Положи. И морская фигура. О, блин. Ха-ха-ха. Ты видишь, я опять создаю... Крупные бугры. Крупные заслоненности. Ты видишь, да? Угу. Один, второй, и все это в рамках одного дерева. Теню и еще подбросим. Угу. Ха-ха. Здравствуйте. Что ж? Угу. Да. Угу. А угу. Амур nagiing. Как будто ёлки тёмные стали. Не ожидала? Нет. Даже не предполагала. И всё, ништяк, да? Да. Видишь, ты помнишь, я подготовил ситуацию, да? Смотри, какой просвет. На макушечках. Вот это чвяканье, его, конечно, нужно освоить в этой жизни. Оно очень удобное. Согласно. Оно не так сложно, как подобное делать кистью, но всё равно требует, конечно, некоторого освоения. Итак, это на переднем плане внятно, да? Это на втором плане внятно. Теперь нужна внятность того, что это на третьем плане. Согласна, что эта гора темнее, чем дальняя? Или нет? Согласна. А почему она у тебя была светлее? Извини, немножко потихоньку показалось. А-а-а-а-а. Получается, какова немножко поикравитая. Всё. Небольшая плата здесь есть. С плешинкой. Только, наверное, потемнее чуть-чуть. А-а-а-а-а. Ледский малыш. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а. Она как будто дамушка идёт, да? Да? Ага. А-а-а. Вот у неё было опять высохнуть. А-а... Селедая! Селедая! Ого! У этой дальней скалы дымка, которая ее отделяет, то есть она здесь светлее, чем по краю. Ты согласна? То есть тональные проявления очень важны, да? То есть степень темности. Не только цвет, но и степень темности, правда? Не задумалась. Новичку особенно больно со светами теней. Особенно больно с тональными решениями. Но если этому уделить свое внимание, в сознании своем, задавать себе вопрос, что темнее, что светлее, что темнее, что светлее. В институтах, к сожалению, часто именно учителя говорят, подходят ученику и говорят, что темнее, что светлее. Это или это? Ну, допустим, это или это? Вон. Это, допустим, темнее. А почему ты сделал светлее? Этот вопрос они задают пять лет учебы в институте. Зачем? Тогда, по идее, надо с этим навсегда сразу смириться. Понимаешь? Да, согласна. Я не понимаю, вы эту дырку сделали, как будто она там... Это с чем? Это с чем? Ну, там тоже растет. Грестца. Там все смешано в кучу. Цветовая грестца. Пересветлили. Смотри, какая деликатная тональная разница. Здесь можно было бы еще облаками разрезать ее. Вот, я хотела Вас спросить. Которые бы повисли над этим. Я просто не видела там облака и думала, как тут сделать? Ну, по сухому. По сухому. Потому что мы там густо работали и будет очень трудно. Смотри, синенький плюс бирюзовенький. Возьмешь эти два цвета. Немножечко теперь кистью поформируешь вот такие кругляшечки. Вот такие кругляшечки. Только посматривай обязательно на картиночку, чтобы не переборщить. Согласна, да? Угу. То есть более крупные места, вот эти вот открытые, чередуются с мелкими. А там и много. Вот, смотри, кстати, более светлый. Мигнул хорошо. Ну-ка, на желтенький разбил. Подсунем. Солнечный смазан. Да? Угу. Да? Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...